Если ты будешь где-то в стороне от того, что происходит, а поскольку, как я могу помочь? Я могу помочь только своими руками. Очень такие активные граждане, совершенно не все равно. Будут биться за каждую ленточку, будут все отстаивать, по сто раз обсуждать цвета. То есть прям вот реально очень неравнодушные, очень. Там на передовой наши как бы бойцы, они рискуют жизнь, а мы здесь чем рискуем? И чем? Просто помогаем всем. Никаких денег нет. Ни в коем случае нет. Это на пользу не пойдет. И больше удовлетворения получаешь, чем за деньги работать, что честно-то. За спасибо вот приезжают, забирают в сети, так благодарят, что это слез. А если нужен, значит и есть смысл жить. Спасибо. 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 После рекламы нас ждет встреча с основательницей группы «Добрые руки» Измайлова. И прямо в студии мы попробуем освоить мастерство плетения маскировочных сетей. Это программа «Мой район». И сегодня мы говорим о том, как москвичи и город помогают участникам специальной военной операции. У нас в студии основательница волонтерской группы «Добрые руки» Измайлова Ирина Антонец, участница группы Ольга Алясова и актриса-телеведущая Яна Поплавская. Яна, Ирина, Ольга, добрый день. Добрый день. Ира, а как пришло в голову именно заниматься этим, именно сетью? Вы знаете, я вообще пришла в волонтерство через свою знакомую хорошую, у которой муж ушел добровольцем. И сначала организована была группа из многодетных мамочек, которая помогала как раз тому подразделению. И пришел в один момент запрос на сети. Пришлось заняться. Ира, вы же мать четырех детей. Да. Как у вас, собственно, хватает времени на организацию целого производства такого важного? Времени намного не хватает, но я стараюсь уделить внимание и семье. Ну и, конечно, очень много времени уходит на производство. Вы же оставили работу свою? Да. А что за работа? Я была бухгалтером производственной компании. Как супруг отреагировал на ваши решения? Он с пониманием отнесся. А дети как комментировали ваше решение? Уйти с работы? Да. Они рады были. Были рады, да? Да. Они рады. Им больше времени все-таки теперь. Да. А они вам помогают в вашем начинании? Да. А кто из них чем занимается конкретно в вашем производстве, скажем так? Ну, самая довольная, это моя младшая дочь Агата, ей 4 года. Когда я ее забираю в садик и говорю, пойдем в большой дом. Она знает, что там мы плетем сети. А старший чем помогает? Старший Константин, он уже взрослый у нас, ему 22 года исполнилось. Он помогает с погрузкой, разгрузкой. У нас очень большие объемные бобины с материалом, 32 килограмма. Вот он помогает их разгрузить, перенести. Ольга, ваш супруг ведь на передовой сейчас, да? Как вы попали в добрые руки? Подруга, меня привела подруга, сказала, что только все начиналось, сказала, что начинаем плести. И вот мы пришли. Муж знает, чем вы занимаетесь? Конечно, конечно, знает, мы уже ему отправили. Да, вчера отправили 10 сетей. А то есть просто адресно, да? Адресно, я не первый раз. У нас все сети адресно уходят. Яна, вы слышали про эти добрые руки Измайлова до нашей сестрички? Нет, вы знаете, я не слышала про ваши добрые руки. Но я очень хорошо знаю, что в Измайлово, удивительно, есть храм. И в этом храме тоже плетут сети. И достаточно давно еще есть точка на белорусской. И это настолько потрясающе, потому что встали, сказали друг другу, что нужно объединиться. Мамы, жены, сестры, да все просто воедино. Там уже, знаете, как вот одна большая семья. Я это абсолютно точно знаю. Правда? Все друг друга знают, все друг друга помогают, рассказывают истории из семьи. Это очень важно. Вот так сплотился народ. И мальчишки наши прекрасно понимают, что там, за их спинами, вот эти мамы, жены, невесты, которые ежедневно, ежечасно вкладывают свой вот... Я даже не знаю, как сказать. Наверное, вот правда. Сердцу, душу, кусок себя в эти ленточки. Ира, а вам заказывают определенного размера, да? Да, мы обязательно спрашиваем нужный размер, назначение на технику или на блиндаж. Обязательно спрашиваем район, куда они уйдут, потому что разная расцветка должна быть. Все-таки мы маскируем. И сами понимаете, цвет у деревьев бывает разный. Почва. Не стоите, как разбирают цвет деревьев, почва, район. Обязательно. Потому что оттенки коричневых даже разные. Где-то песок, где-то глина. Мы стараемся это учитывать. И каждая вплетенная лента, она не зря. Она не просто так. Она несет с собой смысл. А где это все происходит? В каком помещении? Вот я знаю, что у Яны свою квартиру в склад превратила. Да. Знаете, даже... А вы-то где все это делаете? Есть такая поговорка даже уже. Волонтер в доме горе семье называется. Знаете, все до потолка было заставлено. Мешками, какими-то сумками это все перебиралось. Это все... Звонят, все, курьер, срочно, машина. Все это сдвигается, потом опять задвигается. Это настолько все делалось быстро. Ой. Так где вы работаете, Вера? Сейчас нам управа выделила отличное помещение. Специально под... У нас целый дворец. У нас целых три цеха, можно сказать, мы организовали. Да где же этот человек прекрасный? Где он? Мы звали его. Я бы его обняла, поцеловала, потому что это такая... Знаете, из других районов приезжают люди и нам завидуют. Честно говоря, у вас такая управа, вам так помогают. Это Михаил Владимирович Довня, глава управы. Он слишком занят, к сожалению, не присоединится к нашему разговору. Но, конечно, спасибо ему от всех зрителей, а не только от вас. Да. Ира, вы упомянули, что вы закупаете материалы. Вы ведь не на свои деньги. Нет, моих бы не хватило. Мы собираем, конечно. Собираете. На материалы, да. А управа в этом помогает тоже? Личное участие, да. Тоже собирать деньги, да, помогает? Личное участие, да, есть. Да, что ли? Да. То есть... Даже, можно я скажу, даже помогают. Вот у нас был запрос, мы делаем сухие души. Не могли найти, где подешевле оптом купить полотенца. Вот. Нашли выход и помогли закупить. Мы просто... И доставка бесплатная. Это все право. Помимо сетей вы ведь делаете еще и вот это, окопные свечи, да? Да. Это что? Это вот как раз сухой душ армейский. Сухой душ? Да. Что это такое? Расскажите. Что у нас есть замечательная девушка-волонтер Дарья. Она нам подкинула эту идею. Все проработала. Сама занимается этим вопросом полностью. Там губка, которую нужно намочить. Губка смочена средством для ухода за лежачими больными. Чтобы получить пену, надо добавить совсем немножко воды. Значит, добавить воды. Можно протереться этой губкой и сухим полотенцем вытереться. То есть без воды, да? Не требует смывания водой. Очень приятно. Пахнет ромашкой. А ромашкой? Вы знаете, как это будет? Мы отправляли. Да. Очень хорошие отзывы. Прямо на ура. Так, а это подушки. Подушки отправляем в госпиталь. Вы их тоже делаете? Делаем. Нам подушки вообще уникальная история. Отшивают вот эти вот бублики, отшиваются по всей России. Девчонки, которые занимаются петчворком, это высококлассные мастера по всей стране. Они отшивают, отправляют бандерольки. У нас еще одна Даша есть, которая эти вот все посылочки получает и приносит нам. Нам остается только набить их вот с антибук. А почему такой формы? Ну, это медицинская форма, это по запросу. Да, да, да. Это под пятку, под копчек, поясницу. А у нас есть видео, кстати, когда бойцы благодарят вас за вот то, что вы делаете. Давайте посмотрим. Огромное спасибо за предоставленные нам маскировочные сети. Всем огромное спасибо, кто участвовал в этом необходимом для нас деле. Кто нам помогает. Возможно, кому-то эти сети спасут жизнь. Огромное спасибо и низкий поклон всем, 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 кто нам помогал. Вот четыре таких сеточки замечательно получили. По размеру, который мы заказывали, 6 на 8. Это как раз мой супруг. А, это ваш супруг? Да, да. А вот в основном, кто приходит работать, помогать? Это все-таки люди нашего поколения? Возрастные, как вы принято говорить? Или молодежь тоже? Вы знаете, разные. Разный возраст. В большинстве своем, конечно, да, это уже зрелые. И умом, и в возрасте. Но есть и молодежь патриотическая. А сколько вот каждый день в среднем приходят людей к вам? Около 50 человек. Около 50, то есть это реально цех. Да. Целый. Сколько времени уходит на вот то, чтобы сделать одну сеть вот такого размера? В хороший день мы выдаем две сети. У нас очень трудоемкий процесс. Сложное плетение листиком. Есть другие типы плетения, но вот такой ценится больше. Они просто не вылетают, эти ленточки, когда так плетут. А вы продемонстрировать можете, как это надо делать? Да, у нас есть специальная девушка приглашенная. Людмила, покажите нам, как это надо делать. Это мини-пяльцы, у нас там, конечно, огромные, на 6 метров, высокие. Значит, несколько цветов, чтобы это было более похоже на природный пейзаж. Вот эту нарезку, собственно, мы сами, знаете, экспериментальным путем к ней пришли. Единственное, конечно, мы знаем же всегда, кому мы отправляем. У нас же под заказ сети. И мы просим расцветку местности. И когда нам говорят, там, столько-то процентов коричневого, столько-то процентов зеленого, мы уже вот это все... Вот это солома, например. Так. До этого у нас была зеленая с веточками. Вот таким образом мы плетем. Понимаете, труд не очень сложный, но... Ну, как сказать, я не сумел. Ну, нет, вы знаете, мы бы вас научили, если вы к нам пришли. А вы сами-то где научились этому? Вот к нам приезжал инструктор с Бойковской, где раньше начали. А потом все остальное мы уже сами вот. У нас были инструктора, они к нам сначала приезжали, потом они у нас остались, теперь мы сами инструктора. Знаете, прежде чем мы научились, сколько у нас переплетенных было сетей? А что значит переплетенные? Например, вот дырка, да? У нас для этого существуют вот такие пучки. Тоже женщины их навязывают. Отдельно. Да. И вот мы его сюда вот так перевяжем, и будет кустик такой, понимаете? Или слишком густо заплели, и они нам говорят, что вот густо тоже плохо, нужно, чтобы немножко просвечивало. Мы выплетали эти лишние. Ты выплетаешь, а потом заново переплетаешь. Нет, ну так же... Мы же для чего это делаем? Чтобы жизни спасти? Это же не декорации какие-то. Это же все серьезно. Потом главное, наверное, что мы эти все сети освещаем. Каждую сеть. Вот вы, у вас здесь вот шли кадры. Это освещение сетей. Вот как раз. Мы ее снимаем, когда сеть. Читается молитва. И мы еще в каждую сеть вкладываем вот у Ирины в руках письмо. Его Валентин Иванович написалось. Стихотворение о сетях. А переписали кадеты. Из преображенского корпуса кадетского. Они еще и от себя письма написали. И вот эти письма мы в каждую сеть вкладываем, ребятам. Оля, вот мы слышали обращение вашего мужа с благодарностью. А вам лично он что-нибудь как-то комментировал про эти сети? Я говорил, что это очень серьезная, очень нужная история. И так и началось. Мы когда отправили первую, она была маленькая. И он прям говорит, классно, только чуть-чуть побольше, чтобы прикрыть определенные части. Пришла к Ирис, попросила, говорю, Ир, давай побольше. Нашли какого-то дядю, сделал нам огромные пяльца. Он еще не понимал, что мы от него даже хотим. Мы говорим, ну надо вот такие вот, вот так. Он понял. Вот сделал нам пяльца. И теперь уходят сети, прям вот они раскидывают и одномоментно накрывают то, что надо. А вот Людмила сказала, что вкладываются вот стихи, переписанные кадетами. Как-то ваш муж комментировал это? Ну, конечно, это все ужасно приятно. Это очень приятно. Они все смотрят. Вот мы как раз видим. Да, да, да. И такие еще фигурки какие-то вкладываются. Это все очень приятно. Ангелочки. Ангелочки такие маленькие, да. Девочки делают, по-моему. Да, в детском садике дети делают ангелочков маленьких. Да. Мы вкладываем. Пусть они носят с собой. А ребята все это, могу вам сказать, что они и читают, и очень у многих, неважно чье письмо, многие мужики, у которых дети остались в тылу, они вот эти письма складывают там либо в нагрудные карманы, и все это их очень греет. А рассказывал супруг какие-нибудь конкретные истории про эти сети или что-нибудь? Он рассказал, что когда последние пришли, вот весенние, он говорит, они настолько попали в местность, ну потому что мы прям вот встречали максимально, что он говорит, мы когда вот все замаскировали, все уже, все расселись, он говорит, и ты вот сам бежишь, он говорит, и прям и проскакиваешь. И все это, естественно, повод для шуток, все говорят, ну вы замаскировались. То есть они теперь стали обозначать как-то, где там, что там, потому что, он говорит, когда вот ты прям бежишь, настолько это все сливается, удивительное было попадание, удивительное. И очень высокое качество. Вот он прям тоже говорит, он говорит, вот все шевелится, все дышит, все такое, прям вот воздух идет, ну это вблизи, а вдалеке-то, наверное, еще лучше. А с дронов вообще не видно. Это самая главная история. Чтобы дрон не видел. Естественные цвета, ничего не бликует, все такое вот дышит. Ну да, Людмила объяснила, да, как выбираются эти оттенки. Вы, Оль, кстати, слышали, что открылся единый центр помощи участникам свой и всеми. Обращались туда? Да, я там уже была, все хорошо, абсолютно адекватная помощь попрошу. Дарили нам мобильный телефон. Да, очень приятно. Понятно. Ну и вообще много там всего, там и концерты, и какие-то секции, и кружки, очень много всего. Людмила, а сколько надо времени вот для того, чтобы закончить эту работу? Вот скажу, вот здесь я, если одна буду работать, ну, наверное, часа полтора. Но вот я вам скажу, которые сети мы большие плетем, да, 6 на 4, 6 на 3, да, ИР. Нужно 10 человек. 5 с одной стороны, 5 с другой стороны. А то есть они с двух сторон. Да, двусторонний. У нас трое пальцев стоит, больших. То есть нам одномоментно, еще нужно человек 7, чтобы резать вот эти ленточки, и что, еще человек 7, которые у нас краят эти ленточки. Нам же, Ирина закупает огромный просто вот материал в бобинах, нам же никто это не делает, это все вручную нарезается. 10 человек сюда, 10 сюда и 30 на сети, это 50 человек одномоментно должно быть. И тогда мы можем 3 сети делать в день. Но у нас нету столько людей. Нету, не хватает. Нету. У нас 70% это все-таки пенсионеры, которые сейчас уедут на дачи. Нашего возраста женщины, они, ну, все работают, и мы все там кто 2 часа, кто 3 часа, кто выходной свой. Вот у меня сегодня выходной, но я сегодня здесь. Ну, была бы на сетях, если бы не здесь мы были. Но мы сюда тоже пришли именно для того, чтобы про нас узнало побольше людей, и чтобы вот к нам они пришли, увидели это. Я уверен, что после нашей программы... Подростков ждем. Вот сейчас каникулы. Мы как раз говорили, что молодежи немного. Я рассчитываю, что после нашей программы... Мы очень тоже. ...уверен в этом. Да, к вам придут. У нас прекрасная атмосфера. А мы после рекламы продолжим разговор о том, как москвичи и город помогают нашим бойцам на передовой.